А что у нас входит в гражданскую оборону и чем защищаются у нас люди и пожарные, мы вам сейчас немножечко об этом расскажем. Сегодня в третьем детском саду юные воспитанники по-особому серьезны и собраны. В гости к ребятам приехали пожарные. В планах у сотрудников поделиться с детьми тонкостями работы, принять несколько нормативов и даже дать примерить рабочую форму. Эта встреча не случайна. Накануне вся страна отметила 90-летний юбилей гражданской обороны. Именно к этим войскам относятся и пожарные. Начинаем с подбородочка. Опа. Все, норматив выполнен. Надо выдохнуть так. Мероприятие сегодняшнее у нас приурочено к тому, чтобы детям донести цели гражданской обороны, действия во время объявления гражданской обороны и чрезвычайных ситуациях. Также действия во время пожара. Далее юные березняковцы удивили своими талантами. Оказывается, воспитанники третьего детского сада практически идеально накладывают бинт. Держи, держи. Молодец. От теории к практике. Далее дети в формате веселых стартов попробовали себя в роли пожарных. Для начала собрали нужный инвентарь. Затем раскатывали пожарные рукава и вытаскивали зверушек из горящего зоопарка. А потом всей командой приступили к тушению импровизированного пламени. После всех мероприятий, как положено у настоящих пожарных, прошел разбор полетов. Мне очень понравилось примерять каски всякие. А как вы поняли вообще работу пожарных? Сложно? Как считаете? Ну, мне вот нет. Я думаю, что не сложно. То есть в пожарные пойдем в будущем? Да, я пойду на профессию пожарных. Мне понравилось ползти, чтобы спасаться от пожара. Вот. Потому что очень это весело. Я узнал нового, что надо быстро вызывать пожарных. И прикрывать нос тряпкой. Вот. Одевать полоток сырой. А для чего это нужно? Чтобы не задохнуться. Сотрудники МЧС плотно взаимодействуют с образовательными учреждениями. Пока одни посещают экскурсии по пожарной части, другие становятся непосредственными участниками спасательных операций, которые помогают детям усвоить важные для жизни вещи через игру. Евгений Казанцев, Степан Некрасов. Новости. Верхнекамья.